Накануне Дня науки Дворец книги представил редчайшие экземпляры книги-журналов, изданных типографией Академии наук первые десятилетия ее существования. Выставка «Великий Петр к нам ввел науки» приурочена к юбилею первого высшего научного учреждения Российской империи, которое было основано 28 января, 8 февраля по новому стилю 1724 года указом Петра I. Есть удивительный экземпляр книги «Описание о Японии». Это первая книга на русском языке о Японии. Ее переводил и интерпретировал для русского читателя уроженец Симбирской губернии Степан Коровин. Степан Коровин – воспитанник Петра I. Он служил и в его канцелярии личной и принимал участие в его втором заграничном путешествии 1716-17 годы. По словам Венеры Морозовой, образование Коровина было блестящим. Петр I оставил Коровина с прадедом Пушкина Ганнибалом в Париже для обучения наукам и гравюрному искусству в Парижской Академии наук. С 1737 года типография Императорской Академии наук начинает издавать карты и атласы. Их производство было очень трудоемким. Они были цельногравюрные, в отличие от книг. На выставке можно увидеть первый российский атлас, изданный в 1745 году. Он был создан на строгой научной основе по результатам инструментального обследования земель Российской империи. В его основу легла работа знаменитых академических экспедиций. Карта включает территорию Симбирского края. Тогда он был уездом Казанской губернии. Также в экспозицию входят академические месяцы слова, календари из усадебных библиотек симбирских дворян Родионовых и Ознобишинах, в которых сохранились уникальные хозяйственные, семейно-бытовые и генеалогические записи их бывших владельцев. Среди экспонатов есть экземпляр календаря на 1844 год из библиотеки Ознобишина, на чистых листах которого сохранились записи, сделанные поэтом Дмитрием Петровичем Ознобишином, где он для себя сделал памятные записи о днях рождения и кончины ближайших своих родственников. И в числе этих записей мы видим точную дату рождения самого поэта. Для исследователей творчества и биографии Ознобишина долгое время вопрос о дне рождения Дмитрия Петровича оставался открытым. И мы с вами открываем календарь и видим запись «Черным по белому. 1804 год. 4 октября родился Д.П. Ознобишин». Кроме этого, на выставке можно увидеть комплекты газеты «Санкт-Петербургские ведомости». Примечания к ней со временем превратились в первый отечественный научно-популярный журнал. Ирина Антонова, Сергей Кудаков, Уллправда.ТВ